Итак, забудьте о вторжениях пришельцев и летящих к Земле гигантских астероидах. В космосе прячется кое-что более опасное, и это — странная материя. Людям известно о ней немногое, но эксперты уверены, что при определенных обстоятельствах это явление способно съесть нашу планету заживо. Но чтобы разобраться, что представляет собой странная материя, необходимо узнать, что такое протоны, нейтроны и нейтронные звезды. Посмотрите на свою руку. Она состоит из множества крошечных клеток. Если взглянуть на клетку ближе, станет видна группа молекул. Сделаете еще большее увеличение, и мы увидим, что молекулы состоят из атомов, в ядрах которых есть протоны и нейтроны. Вокруг ядер маленькими облачками вращаются электроны, и все эти частицы не приклеены друг к другу. Между ними достаточно пространства, чтобы мы задумались, отчего наши руки выглядят такими плотными. Когда вы касаетесь руки или нажимаете на нее, все атомы в ней сопротивляются силе. Чем большее усилие вы прикладываете, тем больше атомов пытается вас остановить. Но что, если нажать очень-очень сильно? Так можно запустить ядерную реакцию и синтезировать новые элементы. Правда, с рукой так не выйдет. Однако это может произойти с нейтронной звездой. Представьте, супермощная и тяжелая звезда приближается к концу своей жизни. Один из возможных сценариев такой. Звезда исчерпает свои запасы ядерного топлива и ослепительно взорвется под воздействием собственной гравитации. Если звезда была достаточно велика, после себя она оставит черную дыру. Но если ее размеров для этого не хватит, на ее месте возникнет нейтронная звезда. Диаметром около 16 километров нейтронные звезды кажутся в космосе совсем крошечными. Но при таком маленьком размере они невероятно тяжелы. Почти в полтора раза тяжелее Солнца. Одна чайная ложка материи нейтронной звезды весит 10 миллионов тонн. Ученые говорят, что в определенный момент нейтронные звезды больше не могут удерживать подобную массу, и их структура разрушается, отчего на ее месте возникает кварковая звезда. Она еще меньше и тяжелее нейтронной. Давление внутри кварковой звезды нарастает. В результате этого в ее ядре начинают появляться странные кварки. Странными их называют потому, что они ведут себя не так, как нормальные кварки. Если проще, то когда странных кварков становится много, они формируют странную материю, не похожую ни на что на Земле. О да, возможно, это самая опасная вещь в нашей с вами Вселенной. Сейчас я все объясню. Но сперва давайте проведем мысленный эксперимент с чем-нибудь более привычным, чем нейтронные звезды. Возьмем атом железа и начнем с огромной силой сжимать его. Рано или поздно нейтроны и протоны в атомном ядре распадутся на кварки. Еще немного давления, и некоторые кварки начнут меняться. Станут тяжелее и превратятся в странные кварки. То, во что превратился атом железа, называется стропелька, то есть странная капелька — крошечный кусок странной материи. Ну разве наука это не чудесно? Странная материя намного тяжелее, чем обычная. Кроме того, строение обычной материи организованно и предсказуемо. Она состоит из атомов, а те — из ядер и электронов. А кварки составляют нейтроны и протоны, как это и должно быть. Но странная материя — явление хаотическое, поэтому ее и называют странной. Движение ее кварков совершенно неупорядочено. Несмотря на это, странная материя остается стабильной, очень плотной и невосприимчивой к разрушению. Тут-то и возникают опасения. Странная материя стабильна настолько, что способна существовать в любом месте Вселенной. Даже возле нейтронной звезды. Но хуже всего то, что она, возможно, заразна. Представьте себе невинную банку меда, которая сошла с ума и пожирает все вокруг. Стол, тарелки, кухню, вас, всю галактику. Именно это может произойти в результате неконтролируемого развития странной материи. Она как вампир из мира физики частиц. Все, чего касается странная материя, превращается в нее же. Допустим, скажете вы. Но все это происходит внутри нейтронных звезд, в тысячах световых лет от нас. Тем не менее, все дело в том, что при столкновении двух нейтронных звезд или превращении одной из таких звезд в черную дыру, частицы странной материи вырываются на свободу. И со скоростью миллионов километров в секунду эти маленькие, или нет, частицы несутся сквозь космос. Они могут перемещаться миллиарды лет, пока не наткнутся на что-то, что можно поглотить. И, к несчастью, странной капельке все равно, что находится перед ней, звезда или полная жизни планета. Космический захватчик сразу примется за работу. И Земля вместе со всем, что на ней находится, превратится в странную материю. Так возможно ли это предотвратить? Решение существует, но на данный момент оно кажется невозможным. Чтобы избавиться от странной материи, ее нужно отправить в черную дыру. Но этот план сам по себе вызывает немало вопросов. Давайте, например, представим, что человечество способно перемещаться в космосе, как в звездных войнах. Чтобы отправить что-то в черную дыру, к ней нужно приблизиться. Вообразим, что произойдет, если оказаться вблизи черной дыры. Сперва вы заметите черноту, поглощающую свет окружающих звезд. Вот как сильна гравитация черной дыры. Даже свет не может ее преодолеть. Как только вы достигнете границы черной дыры или горизонта событий, вы не сможете повернуть назад. Это точка невозврата. Даже если ваш корабль прекрасно оснащен и перемещается со скоростью света, вам не удастся избежать неминуемого притяжения. Кроме того, вы в принципе не достигнете горизонта событий, превратившись в спагетти задолго до него. Это явление на самом деле называется спагеттификация или эффект лапши. Оно происходит, когда гравитационное поле черной дыры расплющивает объект до толщины бумаги. Другими словами, все, что приближается к черной дыре, разбивается на отдельные атомы. И мы становимся длинной тонкой пастой. Так себе перспектива, я считаю. Путешествие к черной дыре — трудное и опасное мероприятие. Но даже будь оно возможно, каким образом мы бы перемещали странную материю? Наверное, можно было бы использовать катапульту. Но тогда встает новая задача — сделать так, чтобы материя не поглотила катапульту, ваш корабль и вас. Даже в мире, где полеты на край Вселенной возможны, эта проблема нерешаема. Как бы то ни было, на данный момент странная материя — лишь теория, которая еще не получила подтверждения. Занятно, что физики обдумывали получение странной материи в ускорителе частиц, вроде большого адронного коллайдера. К счастью, ученые пришли к выводу, что это невозможно, так как высокая температура ускорителя частиц сразу расплавила бы возникающие странные капельки. Фух, вот это облегчение. Но я бы все-таки попросила их этого не делать. Пожалуйста! Приятно знать, что даже если бы исследователям удалось получить немного странной материи, она была бы слишком нестабильна, чтобы начать поглощать соседние атомы. Кроме того, материя, полученная в результате эксперимента, обладала бы положительным зарядом. Такие страпельки не особо опасны для окружающего мира. Конечно, они были бы не прочь полакомиться ближайшими электронами, но вряд ли спровоцировали бы ужасающую цепную реакцию, о которой говорилось ранее. Вряд ли. В любом случае, за миллиарды лет своего существования Земля еще не раз не сталкивалась со странной материей. Так что резонно будет предположить, что и в ближайшее время такого не случится. Поэтому не беспокойтесь и не бойтесь банки меда на кухне. А как думаете вы, может ли странная материя захватить нашу планету? Поделитесь соображениями в комментариях. И если вы в восторге от всего, что касается космоса, поставьте отметку «Нравится», поделитесь видео с друзьями и подпишитесь на наш канал Эдми, где вас ждет множество новых видео, которые удовлетворят ваши потребности в новых знаниях. Субтитры создавал DimaTorzok